Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заколовки этих уходящих семи дней. Доступные профессии, кредитные каникулы и желейные мишки. В Беларуси выпустят аналог известных импортных сладостей Хариба. Кто займется производством? Дружба крепкая. В Абрусской Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве. Мы прекрасно понимаем, как важно сегодня находить и сохранять наши дружеские отношения. Что больше всего интересует побратима? Медлячок, что будто и заплакала. Выпускникам вручили аттестаты. Грустно, что все заканчивается. Куда молодежь отправилась дальше? Паспорт, не выходя из дома. В отделениях по гражданству и миграции появились новые виды услуг. Предварительно записываем гражданина. На какое время будет удобно, чтобы мы приехали? Почем геометрическая карта? От поисковых дронов до GPS-навигаторов в белорусских лесах. Продолжают теряться люди. Как быть, если все-таки заплутал? Крах экономики, облако пыли и без тормозов. Mercedes отзывает миллион автомобилей по всему миру. Кому не стоит выезжать на дорогу? От торговли до совместных производств президент на неделе встретился с губернатором Курской области. Александр Лукашенко отметил готовность Минска участвовать в программах по модернизации ключевых секторов экономики региона. В области два года назад приняли стратегию социально-экономического развития на 10 лет. У Беларуси в этом проекте может быть своя особая роль вплоть до совместных предприятий по сборке техники. Мы готовы оказывать вам услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий, готовы строить под ключ, готовы поставлять вам лифтовое оборудование. Знаю, что в любом городе, как в Беларуси, так и в России в этом нужда есть. Мы можем успешно дополнять сферы агропромышленного комплекса друг друга. Здесь у нас наработки есть определенные и вы тоже о них знаете. Готовы предоставить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Жизнь нас заставила в Беларуси этим заниматься. И чистая вода – это здоровье человека, это каждый понимает. В Беларуси эта программа успешно реализуется. Если нужно, мы можем подключиться и к реализации подобных направлений на вашей территории. Курская область – важный давний партнер Беларуси. Товарооборот за январь-апрель этого года вырос почти вдвое. Сейчас превышает 200 миллионов долларов. К слову, Россия планирует выделить полтора миллиарда долларов на участие нашей страны в программах импортозамещения. В Бобруйской Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь нас ждет плодотворное взаимодействие в культурной, спортивной, торговой и экономической сферах. По-протему, интересна наша продукция легкой пищевой и нефтехимической промышленности. О точке на карте на берегу Волги прямо сейчас. Бобруйск стал первым белорусским городом по Братимам Тольятти. Подписи в договоре в день 285-летия российского региона поставили Александр Студнев и Николай Ренц. В нынешних реалиях открылись новые возможности. Теперь нас ждет плодотворное сотрудничество в культурной, спортивной, торгово-промышленной и экономической сферах. Мы будем сегодня дружить непосредственно и с предприятиями, и с нашим малым и средним бизнесом. Это позволяет, в первую очередь, развивать нашу экономику наших городов, находить новых партнеров, которые будут уже в дальнейшем сотрудничать и работать на уровне своих предприятий и организаций. Но самое главное, мы прекрасно понимаем, как важно сегодня находить и сохранять наши дружеские отношения. Тольятти – родина копеек, шестерок и ниф. Городообразующее предприятие – автоваз. Поставкой центробежных насосов сюда планирует заняться Бавруйский машиностроительный завод. Это станет еще одним шагом к импортозамещению. Раньше российская компания закупалась в Германии. Мы заключили намерение о продаже продукции с Куйбышевский азот, синтез каучук, автоваз. Проведены были переговоры. Первые шины для автоваза, кстати, произвели именно на Бавруйской Балшине. В город Побратим отправились и представители промгиганта. Предприятия сотрудничали много лет, однако в прошлом году из-за санкций поставки прекратились. Но сейчас, после смены акционера, снова появились возможности вернуться на российский конвейер. Предприятие разрабатывает полугодовую свою программу производственную, в ходе которой будет рассчитано на необходимое количество шин, в том числе и от нашего предприятия. Поэтому у нас есть уже предварительная договоренность о том, что мы возобновим свои поставки. И второе предприятие – Тольятти Каучук, которое является основным поставщиком синтетических каучуков на наше предприятие. Мы обсуждали планирование объема и условия поставки на второе полугодие этого года. Побратиму интересна также продукция легкой и пищевой промышленности бавруйских производителей. Тольятти – крупный экономический центр, один из самых молодых и динамично развивающихся регионов страны. Точка на карте на берегу Волги. Город разнообразен природой, архитектурой и жителями. Представлено здесь свыше 100 национальностей. Мы намерены обсудить с белорусской стороной вопрос покупки техники для обслуживания городских магистралей, улиц. На наш взгляд, здесь нам много что надо предпринять. Следующим этапом сотрудничества станет ознакомление сторон с возможностями городов и кооперация между предприятиями и организациями. В ближайшее время партнеры встретятся снова. Российская делегация сделает ответный визит на 635-летие Побруска. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Отечественная вакцина, мужская специальность и национальный логотип. В стране объявлен конкурс на отличительный знак белорусских товаров. Что ждет победителей? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Минтруда сократит перечень недоступных для белорусских женщин профессий на 93 позиции. Среди них дальнобойщики, трактористы, альпинисты, машинисты метро, добытчики торфа. К слову, список был разработан еще в советские годы. Последние изменения внесли в 2014-м. Убрали почти 70 пунктов. Банки смогут предоставлять физлицам отсрочки для погашения кредитов. На потребительские – на полгода. На финансирование недвижимости – на год. Решение приняли в ситуационном штабе при совмине. Когда вступит предложение в силу, пока не сообщается. Разработка белорусской вакцины от коронавируса идет по графику. Для начала необходимо осуществить опытно-промышленное производство. От него ученые ожидают получить положительный эффект. Только после государство будет тратить ресурсы на масштабирование результата. Белгоспищепром запустил в Славгороде новое производство желейной продукции. В планах ежегодно производить до 3500 тонн сладостей. Это жевательный мармелад, витаминизированные конфеты и желатинки. Лакомство составит конкуренцию торговой линейки «Хариба». В стране объявлен конкурс на слоган и логотип национального бренда белорусских товаров. Цель – создать современный, оригинальный и легко узнаваемый знак отличия. Принимают до трех работ. Победителей ожидает вознаграждение. Прислать графический макет можно до 1 июля на электронный адрес на экране. Детство кончилось. Учащиеся примерили ленты выпускников. Старшеклассникам вручили атюстаты. Почти 150 тысяч парней и девушек встретили рассвет и попрощались со школой навсегда. Вечернее платье и строгие костюмы – обязательные атрибуты трогательного момента. Учителя и родители пожелали ребятам счастливого пути в новой жизни. Лучшим вручили медали за отличие в учебе. Они – будущее нашей страны. Все вузы, все колледжи ждут молодых людей. Поэтому все, что они смогли взять в школе, все, что смогли им дать их педагоги, они обязательно понесут дальше по жизни. И поэтому у них обязательно все сложится. Грустно, что все заканчивается, беззаботное время уходит. Но мы выпускаемся во взрослую жизнь. Вообще безгранично рада, что я в этой школе училась. И с каждым учителем у нас был какой-то свой язык. В Беларуси функционируют почти 3000 учреждений общего среднего образования, в которых обучается более миллиона ребят. В Могилевской области выпускникам вручили 377 медалей. А уже 14 июня стартует централизованное тестирование. Начнется оно с испытания по белорусскому языку. Один звонок и паспорт в кармане. Бавруйский биометрический документ можно оформить прямо на дому. Выдают как паспорт, ай-ди-карту, так и гражданство. Специалиста можно вызвать по любому адресу в рабочее время. Цена услуги – 60 рублей. Плюс доплата за удаленность места, куда приглашают сотрудника отдела. Стоимость рассчитывается индивидуально. В городе выдали уже 1800 удостоверений нового образца. Обращаться нужно в наше подразделение, по телефону, нашей службы. Мы предварительно записываем гражданина, на какое время будет удобно, чтобы мы приехали. Плюс сразу просчитываем сумму, которую нужно будет оплатить гражданину. В Беларуси для пользования внутри страны применяется ай-ди-карта для выезда за границу, паспорт с чипом, где хранится информация о владельце, в том числе фотографии, отпечаток пальца и электронная подпись. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Каждую неделю удостоверение нового поколения получает 2500 белорусов. Капсула здоровья. В Бавруйске пользуются спросом платные медуслуги. Только в 7-й поликлинике в прошлом году ими воспользовались свыше 34 тысяч человек. Хитолетнего сезона гидромассаж, акваэробика и магнитотерапия. О молодильных яблоках современности Ольга Васенда. Лечебный корпус БЦБ. Единственное место в Бавруйске, где проводят лечение кислородом. Барокамера – настоящая капсула здоровья. Помогает избавиться от кожных и инфекционных заболеваний. Улучшает память, нормализует сон и устраняет синдром хронической усталости. Под давлением подается кислород. Кислород через кожу проникает в организм, растворяясь во всех жидких средах организма. Возносится туда, где в первую очередь не хватает кислорода. От этого улучшается кровопрощение питания тканей, выводятся шлаки. В числе платных услуг и лучевая диагностика РКТ. Оборудование немецкого производства. Легкие сканируют за 5-6 секунд. Головной мозг еще быстрее. Стоимость от 35 до 80 рублей, смотря что нужно обследовать. Мы выявляем основные патологии, касаемые головного мозга, органов грудной клетки. Это позволяет найти патологию на ранней стадии развития. Также мы проводим исследования органов брюшной полости, ну и иногда пазух носа и периферических каких-то суставов. В арсенале центральной больницы есть и современное оборудование для колоноскопии. Обследование проводят с анестезией, быстро и безболезненно. Процесс занимает порядка 30 минут. Стоимость с наркозом от 120 рублей, без 42. Здесь же можно проверить и желудок. Перед началом процедуры пациенту нужно подготовиться. Если мы говорим про колоноскопию, то существует несколько препаратов, которые пациент принимает, скажем так, накануне плюс соблюдение диеты. И это позволяет хорошо очистить кишечник, что в дальнейшем улучшит диагностику. Хит летнего сезона – гидромассаж. Уже после первой процедуры заметно поднимается настроение и общее физическое состояние. Здесь же акварол помогает улучшить гибкость суставов, а лимфомат бороться с отеками ног и поясничного отдела. Только за 2021 платными услугами здесь воспользовались 34,5 тысячи человек. Тем, кто переболел бронхитом, синуситом или пневмонией, предлагают подышать в соляной капсуле. Релакс длится 20 минут. Процедура подойдет и детям от 3 лет. Стоимость сеанса – 4 рубля 70 копеек. Универсальная лечебная методика магнитотерапия подойдет практически всем, у кого есть проблемы с суставами. Не менее важно посещать и врача-косметолога. Если не знаете, с какой процедуры начать, можно записаться на консультацию. Спектр услуг – от химического пилинга до контурной пластики губ. В сравнении с частными клиниками цены в разы ниже. Мезотерапия у нас стоит 81 рубль 26 копеек. Беретализация зависит от препарата, который используется, заказывается под пациента. Поэтому ориентировочная стоимость рассчитывается. В среднем мезотерапия и беретализация занимает где-то минут 50-час. В эту процедуру входит очищение, точнее сразу демакияж, очищение, нанесение поверхностной анестезии аппликационной и проведение непосредственно самой процедуры. Чтобы записаться на любую из процедур, достаточно набрать номера телефонов, которые вы видите на экране. В день приема нужно взять с собой паспорт. С каждым клиентом заключают договор на оказание услуг. Специалисты работают как с частными лицами, так и со страховыми компаниями. Если, допустим, человек принес ту же самую ковидную инфекцию, и, значит, можно провести комплекс оздоровительных процедур, там тоже соляную капсулу, значит, общую магнитотерапию, и человек не платит это из своего кармана, а ему оплачивает, это страховая компания. Медики отмечают, обследоваться нужно не реже одного раза в год. Любой недуг проще и дешевле вылечить, если обнаружить его на ранней стадии, когда симптомы еще не дали о себе знать. Своевременная профилактика и регулярное врачебное наблюдение – залог отличного здоровья на долгие годы. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Знакомыми тропинками в Беларусь пришла жара, а вместе с ней сезон грибов, ягод, шашелков и просто отдыха на природе. Но не стоит забывать о безопасности. В лесах страны уже заблудились несколько десятков человек. Как не стать жертвой глухой чащи, далее. В Беларусь пришло долгожданное лето. Любители активного отдыха распаковали шампуры, палатки и походные рюкзаки. Вместе с тем прибавилась работа и у спасателей. В лесах страны уже заблудилось несколько десятков человек. В Бобруйске на счетчике пока ноль, но сотрудники МЧС на чеку. В этом году создано специальное отделение. В помощь первоклассное оборудование для поиска людей. Квадроцикл пройдет даже в самых труднодоступных местах. Максимальная скорость 105 км в час. Техника оборудована звуковой сиреной, световой сигнализацией и даже громкоговорителем. К вездеходу прилагается полноприводная газель с прицепом. Внутри мегафоны и GPS-трекеры. В скором времени появятся и квадрокоптеры, что поможет охватывать большие территории в кратчайшие сроки. Стать жертвой чаще может даже самый опытный следопыт. Что уж говорить о тех, кто отправляется в массив на Абум. Нашим уважаемым жителям все равно хочу сказать, чтобы не забывали с собой, когда идут в лес, заряженные телефоны, при котором тоже с нашей аварийно-спасательной техникой очень легко будет обнаружить, то есть по координатам. С собой в рюкзак также воду, сухпайок и портативную зарядку. Однако целиком полагаться на гаджеты не стоит. В лесу не всегда ловит сеть, а аккумулятор может сесть в самый неподходящий момент. Поэтому не лишними будут карты и компас. Но при выборе гардероба акцент на яркую одежду. И если все-таки потерялись, ни в коем случае не нужно паниковать. Внимание, внимание! Городонин Петров, отзовите! После отдыха в лесу весь мусор необходимо забрать с собой. Если в планах разводить костер, нужно подготовить место, окопать территорию и правильно сложить ветки. Плюс заранее позаботиться о способе тушения. И, конечно, огонь всегда должен быть под присмотром. А вот детей лучше держать подальше. Перед походом в лес важно знать обстановку. Речь идет о запрете на посещение лесов, либо ограничении на посещение лесов. При ограничении на посещение лесов допускаются лишь прогулки по лесу с целью, например, сбора грибов или ягод. Штраф до 384 рублей. Следить за изменениями можно через интерактивную карту Минлесхоза или приложение МЧС «Помощь рядом». Здесь же множество советов для тех, кто готовится провести лето безопасно. Но первое и самое важное правило быть готовым к любому – развитию событий. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Невиданная инфляция, мощный взрыв и песчаное небо. Столицу Сенегала накрыло облако пыли и сахары, о чем предупреждают местные власти. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Инфляция обрела невиданный за полвека размах. Британцы оставляют на заправках по 100 фунтов стерлингов за одно посещение. В Польше против растущих цен на топливо проходят массовые протесты таксистов. Во Франции стремительно дорожают товары первой необходимости. В магазинах исчезают масло и мука. ООН предсказывает катастрофические последствия. В Бангладеше на складе контейнеров с вещами на экспорт прогремел мощный взрыв. Погибло почти 50 человек, включая 9 пожарных. Еще около 200 пострадали. В порту обнаружили емкости с перекисью водорода. Загорелись также ткани. Это поспособствовало распространению пламени. Причины инцидента пока неизвестно. Невероятное зрелище. Столицу Сенегала накрыло облако песка и пыли из пустыни Сахара. Этот необычный феномен можно наблюдать и в других регионах страны. Власти предупреждают о риске для людей с респираторными заболеваниями. Им рекомендуется не выходить на улицу и не заниматься спортом на открытом воздухе. Мерседес отзывает почти миллион автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозами в своих внедорожниках и минивенах. Мера касается машин, которые произвели с 2014 по 2015. Причина – угроза коррозии. Производитель просит владельцев, чей транспорт попадает под отзыв, не использовать их до технического осмотра. В швейцарском зоопарке родилось уникальное животное. Белый панцирь и красные глаза – это первая уникальная галапагосская черепаха-альбинос, которую когда-либо наблюдали в неволе или в дикой природе. В отличие от своих братьев и сестер, говорят специалисты, пресмыкающаяся может быть особо чувствительна к солнечному свету, поэтому ему понадобится больше теневых участков. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бабруиск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова